Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы продолжаем погружаться в удивительный мир динозавров, играя в великолепную игру под названием AIL. И как вы видите, сегодня мне вновь посчастливилось оказаться в семье большой и дружной спинозавров и поиграть за маленького спинозаврика, который уже на самом деле не такой уж и маленький. Да, между прочим, играю я на чудесном сервере Mnizazoi Survival, если интересно, залетайте, буду рад всех видеть. Ну и давайте договоримся как в старые добрые времена. Если этот ролик набирает быстро 2500 лайков, я стараюсь выпустить следующий как можно быстрее. Просто лайки это как показатель заинтересованности людей в последующих роликах, да? Будем считать, что это так. В общем, дерзайте, ну а я покажу, что у нас тут вообще происходит. Во-первых, у меня есть мама. Ну разумеется, она меня родила, и мама почему-то убежала, она пробежала мимо меня. Меня зовут ее Дес Грипер. Вы уже знакомы с этой мамой, с этим чуваком? Да, конечно, для матери имя Пожинатель Смерти или как-то так звучит не очень мило, да? Но это же динозавры. Так что, думаю, у динозавров как раз-таки Пожинатель Смерти это очень няшное имя. Правда, вот мне не нравится, что мы оказались в очень странном месте, где нету болот, морей, океанов, озер, рек, потому что стихия спинозавра, как стихия Зуха Мима или Барионикса, это, разумеется, вода. Тут есть лужи, как бы, и дождь идет, все прекрасно, но это как бы, это как бы не то совсем. Я вот хочу поплавать, и да, я могу здесь поплавать, но это больше похоже на какой-то лягушатник. Я хочу расправить свой огромный парус и бороздить водные просторы. А это что такое? Это просто издевательство над здравым смыслом. Потому что мы в горах, вообще-то, мы в горах. Вряд ли спинозавры бегали где-то в горах. А еще мне интересно, что это за маленький рог у меня между глаз. Я понимаю, для чего челюсти такого именно формата строения, чтобы было удобнее ловить и удерживать рыбу. Вот эта вот выемка именно для этого и служит. Я показываю пальцами, но вы же пальцев моих не видите. Парус необходим для привлечения противоположных особей, противоположного пола самок. Он наливается красными красками, он красивый. Плюс, скорее всего, служит для устрашения противников, ибо за счет этого паруса размер спинозавра кажется гораздо больше. Но в бою он никак не поможет, и он, по сути, бесполезен. Не знаю, в бою он помогал, не помогал, вряд ли. Да и вообще, спинозавры, скорее всего, особо не пытались с кем-то сражаться. Они, вероятно, просто прятались в воде. Это из-за фильма паркирского периода. Все подумали, что, о, спинозавры, они мощные, такие же, как тирексы. На самом деле нет. У него челюсть не приспособлена для сражения с крупными особами. Если у тирекса челюсть широкая, то у этого довольно узкая. Так вот, парус также для привлечения самок, да, служил. Для устрашения противников. Возможно, для регулировки температуры тела. Для плавания и так далее. Но зачем нужен рог? Зачем нужен этот гребаный рог? Кстати, лад это тоже парень. Че он подходит ко мне, лад? Давай-ка ты не будешь... Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Ну не надо, не надо, не надо! Мама, мама, мама смерть! Пожми его! Пожинательница смерти, пожалуйста, забери его душу! А-а-а-ай! Я плыву в воду, я попытаюсь спрятаться в этом болоте. Отстань! Я пойду к маме. Кстати, смотрите, какую позицию заняла моя мама. Она специально туда залезла, чтобы было легче обороняться. Ибо при нашествии рексов, которые постоянно портят мне жизнь, это очень-очень крутое место. О-о-о! Мама, спасибо! Ха-ха! Мама меня услышала! Так этого лада. Смотрите, в чем здесь суть. Если вдруг нападает динозавр, наша мама становится здесь, и у динозавра не остается выбора, кроме как идти в лоб. И динозавр сразу получает жесткий кусь. Это довольно хитро. И умно, я бы сказал так. Правда, динозавр может обойти с тыла, но если там займут позиции оставшиеся спинозавры, может выйти неплохо. И да, я уже действительно подрос. В прошлый раз, когда вы видели моего спинозавра, который, кстати, скончался, он был гораздо меньше. А этот уже, смотрите-ка, смотрите-ка, у него 52 урона. Это больше, чем у герарозавра, за которого я играл в последнее время. У него 34 километра скорость, и весит он 714 килограмм. Но я не знаю, весит ли он 714. По внешнему виду не скажешь, что так много. Да и 34 километрами в час здесь вовсе не пахнет. Но, да ладно, поворачивайся. Что я еще хотел вам показать? Я хотел показать различия между самкой и самцом. Самка имеет гораздо более тусклый раскрас. Не знаю почему. Видимо, ей не нужно привлекать самцов ярким красным цветом. Красно-оранжевым, да? Кровавым таким. Не знаю, она просто как бы самка и самка. Это какой-то желтый-зеленый вообще цвет. Возможно, специально это сделано для того, чтобы самка могла лучше маскироваться. И прятать свои яички в своих детенышей где-нибудь в зарослях или в болоте. Почему бы и нет? Да и давай, двигайся, мой маленький горбатый динозаврик. Мой маленький крокодильчик. А еще спинозавр очень похож на Барионикса или на Зухамима, да? Но прям очень сильно. Разве что горб выделяется. За счет этого и создается крутизна, в общем-то, этого динозавра. Теперь я понимаю, почему его выбрали для парка Юрского периода. По-моему, в третьей части, да, он был? Не в мире Юрского периода, а именно в парке Юрского периода. Был показан в первой вилле, где он сражался с Рексом. О, что происходит? Там какие-то сражения. Запахло жареным. Или что? Еще у нас был Теннайзер. И Теннайзер куда-то делся. Эй, это мне не нравится. Или Теннайзер стал пончиком? Ладно, я хотел показать вам своего братика. Его зовут Вайт Демон. Посмотрите, какой это маленький малыш. Кстати, самка. Кстати, это самочка. Родилась она попозже, чем я. И опять имя Демон. Один это пожинатель смерти, второй Демон. Ну, Теннайзер это вообще непонятно. Вот пончик мило. Хотя наоборот, для динозавров пончик не подходящее имя. Ну почему? Грозный хинчник должен называться пончиком. Хотя это мило на самом деле. А прикиньте, такого гиганта назвать пончиком. Мило, мило, мило. Так, ладно, я хочу жрать, наверное. Пойду в гнездо. Я такой большой уже. Вообще-то мог бы и сам охотиться, но до сих пор вынужден пожирать то, что лежит в гнезде. Хотелось бы добыть какого-нибудь авацератопса. Да, наконец-таки я выучил имя этого несчастного авы. А то постоянно ава, да ава. Да ладно, все их называют авой. А ни хрена, теннайзер теннайзер караулит. Правда, есть есть мнение мое маленькое, что с близнецов, которые видны отсюда могут быть видны и динозавры. Не знаю, я внизу никого не вижу. Может быть, они с такого расстояния все-таки не прорисовываются, но рисковать не стал бы. Когда мы здесь живем, всегда кто-то находится, кто хочет прийти и нас сожрать. А мне совсем не надо этого. Сегодня у меня был уже один спинозавр, но судьба его была незавидной. Я только родился и буквально через минуту Бенц его съели. Кто бы вы думали? Рексы! Пришли Рексы и съели. Ну вообще... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что за беги? Дни такие здесь. Вообще место, конечно, шикарное. Кто это орет? Место, конечно, шикарное. Открывается вид на бухту великолепную. На эти близнецы. На горы. Это, наверное, одна из самых высоких точек в мире, на которую можно забраться. Вон, вы видите, там тоже горы, но забраться на них нельзя. А было бы круто жить. Ну, а может быть, это и не самая высокая точка, но одна из самых высоких, заселенных. И оккупирована она теперь спинозаврами. Так, споржу еще немного еды. Еда расходуется максимально быстро у спинозавра. Он действительно жрет много. Сам-то, ну, калорий он потребляет немного. Стоит один раз накушаться. И вот что это опять за беспредел такой? Это вообще-то статья за это есть предусмотрена. Что это за это? За издевательства над ребенком-то? Я ведь даже не самка. Ну, ладно. А ты... А ты тоже самец. Что ты пытаешься сделать? Я... Я просто сяду. Сядится он, между прочим, очень долго. Он пытается меня схватить своими когтями или зарубить. Ха-ха-ха. Что это за безобразие? Он проткнул меня своими когтями. Хорошо, что дэмэдж-то не наносит. Ой, рыки пошли, рыки. Что-то заметили? Я просто иду. Но вообще-то я и сам могу уже за себя постоять. Размеры все-таки располагают. Дэмэджа стала. 54. Ну и хп у меня побольше, чем у герророзавра, потому что просто тушка сама по себе гораздо более массивная, да? Такая жирнючая. Ух. Прикиньте такого динозавра сушеного покушать. Это было бы вкусно, я думаю. Крокодилов едят? Наверняка едят крокодилов. Их довольно много и разводить их несложно. Часто видел видео, где в реке просто кишма кишит крокодилов. Они прямо аж стоит кинуть туда кусок мяса и вода поднимается просто пеном. Все пенится. Куча крокодилов, они начинают жрать друг друга, жрать всех. Мой демон девочка. Я все-таки старший братик, я буду ее защищать. Если получится. А еще я буду плавать здесь. О. Стой, не плыви, не плыви, я хотел в воде сесть. Когда я играл за прошлого с пинозавриком, у меня получалось ходить по дну. Здесь что-то как-то не выходит. Нет, ну конечно, это какая-никакая маскировка есть но но это все таки не то совсем чего хотелось бы посмотрите совсем не то горб торчит голова торчит тоже я бы хотел спрятаться полностью если вдруг придет какой-нибудь гигант тирекс например ему это вода по щиколотку и он сможет все равно меня куснуть а вот какой-нибудь малыш уже ничего не сделает если я найду подходящее место удобное например вот здесь вроде бы неплохо они тоже самое было бы здорово посидеть может быть в том водоеме найдется что-то хорошее разве что вот скорость скорость конечно блин медленный он такой медленный да когда он вырастет он будет большим и сильным но пока он медленные и слабые смотрите сейчас делаю шаг и буквально и поплыву сразу вот сразу поплыл остановись 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 не плыви не плыви чё ты чё на месте плывешь давай и выносливость в воде расходуется довольно быстро ну что это за безобразие всегда одна и та же глубина может быть эта разница в серверах на том сервере я реально мог просто пойти по дну и спрятаться это было очень удобно а покажу вам еще одну интересную штуку здесь есть камера посмотрите и она будет следить за мной куда бы я ни пошел я поворачиваюсь сюда и она поворачивается за мной значит в этом бункере в этой радиовышке кто-то сидит кто-то спрятался там горит свет за мной постоянно следит камера и друзья когда в игру все-таки добавят людей наверное это будет очень важный стратегический пункт или какая-то опорная база людская нет продолжает за мной следить да вообще на самом деле возможно это сильно повлияет на атмосферу потому что так это выглядит как мир динозавров но изначально игра задумывалась как что-то где будут и люди и динозавры и они будут сражаться было бы круто если было несколько серверов например сервер с исключительно динозаврами и сервер с людьми с динозаврами но вот что-то мне подсказывает что людей уже не добавят никогда хотя хотели добавлять каких-то наемников и людей доисторических с копьями там палками дубинами и прочим не знаю не орём а то сюда никто не придет вообще то он говорит давайте тихо чтоб никто не пришел то наоборот он жаждет крови но вырос уже конечно а детей ему не жалко так о чем это я еще вылетела мысль из головы после этой надписи ладно да вера атмосферу папа повлияет я не шляжки я забыл что я сказала что я не сказал бедная саша бедная поехала окей ладно пройдемся по округе может найду какую-нибудь добычу я и сам хочу чтобы сюда кто-нибудь пришел я хочу чтобы кто-то сюда пришел посмотреть как сражаются мои родственнички блин я скоро перестану проходить в эту дверь а если буду расти это прикольно хочу посмотреть как сражаются родственники я уже это видел приходил сюда как-то раптор ютораптор что он хотел я не знаю может быть покушать малышей но в итоге жестко скушали его приходили другие спинозавры которые оспаривать пытались территорию принадлежащую нам но они были наказаны жестоко наказаны моими родителями тоннайзером там даст грипером ну демон возможно тоже помогал я правда не был тогда я был в туалете как говорится окей что там седой что с ростом урон 57 отлично герреру конечно победить бы я вряд ли смог просто скорости не хватило все великолепно с водой тоже они хотят идти на близнецы сражаться и предлагают пойти нам это как бы идея хорошая на самом деле но проблемка то в том что я убежать не смогу если там будут большие рексы или большие аллозавры да кто угодно если там будет большой мне придется не сладко этого спинозаврика я уже ращу немало времени и неизвестно когда в следующий раз представится возможность поиграть за спинозавра поэтому пожалуй я откажусь от этой приятной несомненно затеи и очень милой и останусь греть свою жопу на этой прекрасной высоте оба на демон то подрастает маленькие подрастает ух молодец демон ну и ладно друзья думаю на этом пока можно остановиться если вам понравилось вы можете подписаться это всегда очень круто я буду благодарен я вас поцелую обниму и пожелаю здоровья а я вам и так пожелаю здоровья будьте здоровы как и договорились пишите в комментах ставьте лайки серий будет больше я пытаюсь обещание сдержать ну если вам интересно конечно вы знаете кто с вами был будьте счастливы и не болейте будьте здоровы любите всех людей и люди будут любить вас пока